МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем говорить о полетах, а теперь только о полете фантазии наших звезд. Спрашиваем у них сегодня, что такое мист-твит и где ее искать. Мист-твит? Мист-твит. Как? Мист-твит? Мистер? Это, скажите, на каком языке? Мист-твит. Девушка. Мист-твит. Мист-твит, мист-твит, мист-твит. Девушка, понятно, мист-твит. Мист-твит – это, наверное, женщина, которая больше всего. Постит в сеть. Название новых медикаментов, наверное, для собак от всяческих там клещей. Наверное, это самое сложное слово в мире. Наверное, девушка, которая собрала самое большое количество ретвитов. Когда телеведущих берут на работу, просят сказать их какие-нибудь речитативные сложные слова. Наверное, это слово относится вот к тем же словам. Мист-твит, 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 возьмите меня. Мист-твит – это, на самом деле, сообщение, которое очень сильно вас гнетет, и вы просто реально спать не можете. Вы жалеете о том, что вы твитнули, потому что ведь от всеобщей ленты уже не убрать. Вы можете только удалить этот твит из своей личной ленты. Тем не менее, он все равно будет отображаться у друзей. Жак, просто страшнее. Страшнее истории ты расповедаешь. Например, блондинки иногда пишут твиты и допускают в них ошибки. Так вот, после сразу же исправляют, да, но в общей таленте они остаются. Час разрывать шаблон. Новый бомбично-кокосовый НСК-ФТР в одному представляет микс креативных выноходов, фантастичных гаджетов та кульных IT-проектов у стартап-шоу на М1. Чип-чип-чип-чипы, Дэйл! К нам спешат! И это не мы, Саня, это крошечный компьютер, который называется Чип. И, между прочим, он настолько миниатюрный, что размер его составляет 40 на 60 миллиметров. Он совсем крошечный. Так, и он вам очень понравится, потому что, действительно, есть разъемы для подключения разных внешних пристрелов. Также можно использовать безпроводный средств, потому что есть Wi-Fi, есть Bluetooth, все есть. И все это стоит лишь 9 баксов. Но это базовая комплектация. Если вы обожаете больше просунуть компьютер, то следует будет додавать, например, 19 баксов, 2, 4 и так далее, 49. Идея, это для того, чтобы, например, отримать портативный пристрей, або ж додать адаптер, або ж сбільшить батарею и так далее. В результате, они взбирали 50 тысяч для того, чтобы запустить у виробництво этот компьютер и назбирали очень быстро. И первые поставки обещают быть уже через год, а значит, самое время приобщиться к крошечным компьютерам и начать собирать на компьютер дерьмовочки, в конце концов, деньги. Все-таки минимизуется, все уменьшается. А вот от следующей штуки уж я точно не откажусь. Представляете, строят сейчас дома роскошной плавающей вилы под названием «Floating Seahorse» в Персидском заливе. И каждый этот домик, он вместит в себе некую странную спальню. Она находится практически на дне морском. Вот в прямом смысле этого слова. Таким образом, вы имеете корабель, можно сказать, або ж яхту, которая действительно имеет три поверха. И на найнижчему поверхе вы будете спать и действительно споглядать за тем, что происходит вокруг. Но мне нет насправді лячного. А раптом акула, раптом кит, раптом ще якась дива морськая, раптом той самой морський коник. Очень круто. Также еще вот сообщают, что на уровне моря расположены, да, мы перечисляем там гостиная, кухня, вот, столовая, а на верхней палубе мини-бар с джакузи и прозрачное дно. Но на самом деле, вот как раз тот самый нижний этажик, он и предусмотрен с неких экологических целей, для того, чтобы морские коньки имели одно из лишних мест для размножения и своего обитания. Он будет размножаться как раз из спальни? Нет, я объясню. Дело в том, что на нижний этажик прикрепляется отдельный поддон, для того, чтобы в балконную часть вот этого нижнего поддона можно было заселить некую растительность. А значит, это еще один из возможных территориальных таких поселений для морских коньков. Вот так. Другими словами, будиночек, который позволит многим пречудово отдохнуть, но мне кажется, что это и так же интересный стартап, потому что там можно сделать, например, прогулянку с едем, або сдавать и проработать все это в готеле. Клево. Отлично. Тогда так и будем делать. У нас дальше, на самом деле, не менее грандиозные новости. Например, парк виртуальной реальности. Чим пожертвовал Стив Джобс заради стартового капитала Аппл? Как зарабатывать на сладеньком? Об этом мы будем говорить с Антоном Тараном, с основателем проекта Ателье Эклеров. У нас будет очень вкусно и, как всегда, интересно. Будьте с нами. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok